Здравствуйте! С вами канал Rare Cars и в этом выпуске Alpina B3 и D3 в 90-х кузовах, если позволите так выразиться. Я уже рассказывал про линейку моделей B3 от компании Alpina, но о B3 в 90-х кузовах я решил рассказать отдельно и поподробнее. Модели в этих кузовах представляют собой высокопроизводительные и компактные автомобили представительского класса, производимые немецкой компанией Alpina с 2007 по 2013 год. Строились они на основе, как уже наверное стало понятно, BMW 3 серии. B3 и D3 были доступны в кузовах купе, седан и универсал. Кабриолет был доступен только для бензиновой версии B3. Дизельных кабриолетов D3 не было. Впервые B3 был официально представлен на Женевском автосалоне 2007 года. Разработка B3 началась еще в 2006 году. В то время предполагалось, что автомобиль будет оснащаться либо двигателем V8 с наддувом и рабочим объемом в 4,4 литра, который уже использовался на моделях B5, B6 и B7, либо атмосферным двигателем V8, который использовался на BMW 550i и 750i. В итоге оба эти предположения были отвергнуты, и на представленном в 2007 году автомобиле была использована модифицированная версия двигателя BMW N54 Inline 6 от BMW 335i. B3 был доступен задним или полным приводом. Автомобили, оснащенные полным приводом BMW X-Drive, получили название All-Red. Двигатель был модифицирован за счет добавления специального блока управления Альпина, маслоохладителя и более легких и прочных поршней Mali. Эти модификации позволили двигателю развивать 360 лошадиных сил в диапазоне от 5,5 до 6 тысяч оборотов в минуту и 500 ньютон-метров крутящего момента в диапазоне от 3800 до 5000 оборотов в минуту. Красная зона начинала с 7000 оборотов в минуту. Двигатель работал шестиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, оснащенной системой управления SwitchTronic. Система управления была впервые представлена компанией еще в 1993 году и имеет ручной режим, который позволяет водителю переключать передачи либо рычагом, либо кнопками, расположенными за рулевым колесом. Время переключения у коробки было значительно улучшено. Переключение передач занимало 100 миллисекунд. С этой моделью компания вернула один из своих фирменных цветов кузова, а именно Alpina Green. Тем не менее, автомобиль можно было заказать в любом цвете из предлагаемых на его предшественнике B3 в кузове E46. Внешние изменения включали в себя, как всегда, полосы Alpina, юбку на переднем бампере с надписью Alpina, выбор из трех легкосплавных дисков, 19-дюймовый классический многоспицевый, 20-дюймовый многоспицевый и 19-дюймовый традиционный. Также устанавливался задний спойлер и облегченная 4-трубная выхлопная система славянской фирмы Akrapovich из ржавеющей стали. Выхлопная система имела новую конструкцию, которая впервые использовалась на автомобилях Alpina. В интерьере были везде логотипы и надписи Alpina, вплоть до порогов с надписью Alpina, спортивные сиденья с подогревом, отделка деревом, кожаная обивка лавалина, Кстати, напишите в комментариях, если я неправильно ставлю ударение. Пруиз-контроль, коврики Alpina и приборы Alpina со спидометром, развлеченным до 306 км в час. Но этот интерьер Alpina могли изменить потребованию заказчика. В системе подвески B3 использовались компоненты собственной разработки и компоненты от BMW. В версиях купе и кабриолет использовались амортизаторы от модели BMW B335i Sport, а в вариантах седана Universal амортизаторы стандартной модели 335i. Винтовые пружины, установленные на 335i Sport, используются во всех версиях B3. Втулки заднего подрамника такие же, как на 335d, а вторичные пружины представляют собой смесь пружин 335xd и 335i Sport. Передние стабилизаторы такие же, как на 335i Sport, в то время как задние стабилизаторы делались на заказ и были меньше, чем у 335i. Использование различных стабилизаторов обеспечивает лучшее и безопасное прохождение поворота. Диаметрия подвески аналогична дизельной версии D3. На B3 используются шины Michelin Pilot Sport, размером 245x35 спереди и 265x30 сзади. Что касается динамических характеристик, то по заявлению производителя, B3 может разгоняться от 0 до 100 км в час за 4,8 секунды. У кабриолета на это уходит 5 секунд, а у универсала чуть меньше 5 секунд. Максимальная скорость составляет 285 км в час для седана и 278 км в час для кабриолета. Все вроде бы неплохо, но вот после независимых тестов B3 показал время разгона в 5,2 секунды, что почти на полсекунды медленнее, чем по заявлению производителя. Теперь поговорим про дизельную версию B3 под названием D3. Она основана на модели BMW 320d, но использует модифицированную версию дизельного двигателя N47 Inline 4, взятого у модели BMW 123d. Этот двигатель при высоких показателях демонстрирует хорошую экономию топлива. Он получил те же модификации, что и двигатель, устанавливаемый на B3. С той лишь разницей, что выхлопная система стала иметь две выпускные трубы вместо четырёх. Модификации позволяют двигателю развивать 214 л.с. и 450 Нм крутящего момента в диапазоне от 2 до 2500 оборотов в минуту. Производитель утверждает, что D3 более экономичен, чем его дизельные аналоги третьей серии, такие как BMW 325d и 335d. D3 в стандартной комплектации оснащается системой эффективной динамики BMW и системой старт-стоп. Ну и, как я уже говорил, в отличие от B3, D3 не предлагается в кузове кабриали. Использование рядного четырёхцилиндрового двигателя позволяет автомобилю быть легче по сравнению с BMW 320d. Разница в весе составляет 100 кг, что благоприятно сказывается на управляемости. Показатели производительности включают в себя время разгона от 0 до 100 км в час меньше, чем за 7 секунд и максимальную скорость в 245 км в час. Версия B3S Версия B3S – это улучшенный вариант B3. Его представили на Женевском автосалоне 2010 года. B3S имел изменённый передний спойлер, 19-дюймовые диски от B7 и новый задний диффузор. Двигатель получил новый электронный блок управления, что привлекло к увеличению мощности до 400 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 540 ньютон-метров крутящего момента при 4500 оборотах в минуту. Двигатель имел пиковое давление на дуло в 1,2 бар. B3S продемонстрировал лучшие показатели динамики по сравнению со стандартным B3. Разгон от 0 до 100 км в час занял 4,7 секунды. На 0,1 секунды показатель был хуже у универсала и на 0,2 секунды у кабриолета с закрытой крышей. Максимальная скорость составила улетные 303 км в час. До 299 км в час разгонялся кабриолет с закрытой крышей и до 298 км в час универсал. У B3S были более широкие шины, чем у B3. Их размер составлял 245 на 40 спереди и 265 на 40 сзади. Варианты оснащения салона остались такими же, как на стандартном B3. И, наконец, самая топовая версия этой модельной серии. B3 GT3 B3 GT3 – это улучшенный вариант B3S. Он был доступен только в кузове купе. GT3 создали в честь возвращения альпина в автоспорт. Двигатель N54 Inline 6, который используется в B3S, модифицировали. Также добавили титановую выхлопную систему Акроповича. Двигатель стал развивать мощность в 408 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту и 540 ньютон-метров крутящего момента при 4500 оборотах в минуту. На GT3 устанавливают 19-дюймовые, кованые, многоспицевые, легкосплавные диски черно-серого цвета под названием «Гималайский серый» весом менее 10 кг. Тормоза имеют ротор диаметром в 380 мм спереди и сзади с шестипоршневыми суппортами. В стандартную комплектацию автомобиля входит механический дифференциал повышенного трения «Дрэксер». Внешние изменения включают в себя новый передний спойлер, увеличенный задний диффузор и заднее антикрыло. GT3 был выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Показатели производительности. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 4,5 секунды, а заявленная максимальная скорость составляет 299 км в час. Ну вот и все. Думаю, что о модели B3 в 90-х кузовах я рассказал полностью. Модель очень интересная, как минимум для меня. И думаю, надо будет еще рассказать про модель B3 в кузове F30. А пока, пока. До новых выпусков.